Мы родились и выросли в мирное время. Наше детство и детство наших детей было счастливое и безоблачное. Мы не знаем, что такое голод, холод, лишения. Для нас война – история. Многих, прошедших через все испытания войны, уже нет среди нас. Тем весомее и дороже живая память тех, кто выстоял в той войне. Среди них – дети войны. Их детство отняла война. Они хлебнули горе полной чашей, может быть, слишком большой для маленького человека. Ведь начало войны совпало для них с началом жизни. После фронтового в нашей стране это самое настрадавшееся поколение. Младшим сейчас 75. Старшим далеко за 80 лет. Денисова Нина Прокофьевна в девичестве Якубина. Родилась 1 января 1937 года в деревне Новоалексеевка Куйбышевского района Новосибирской области. В большой многодетной семье она была восьмым ребенком. Всего в семье было 10 детей. Первые осознанные воспоминания о детстве были связаны с войной. В годы войны, будучи ребенком, работала на полях колхоза, помогала взрослым в уборке сена, собирала колоски на полях, возила воду на быках. Детство было очень тяжелое, военное. Вот что рассказывает о своем детстве Нина Прокофьевна. Самое первое, что я помню, это война. Это голод, это холод. Никакой радости детства никакого не было. Все в работе, в труде. Наставляли со школы, посылали на поля. Собирали колоски после уборки. Каждый колосок подбирали, чтобы он не пропал. Потому что очень дорого обходился нам этот хлебушек. Мы его не видели. Гоняли нас, пропалывали мы поля. Все на пшеницу мы ходили, рвали высокую траву. Одежды у нас никакой не было, семья большая. Большинство, как я помню, я ходила босиком летом. Вот, и на полях, и босиком. Бывало, придешь и дождь, и холод, и уже заморозки были. Убирали на поле брюху, турнепс. Вот, это мы с удовольствием шли на эту уборку. Потому что турнепс, это вкус как редиски. Мы ее хоть наедимся, и домой что-то принесли. А убирали осенью, уже холодно было. Дожди, даже заморозки. Ноги красные. На ногах эти цыпки полопаются от грязи, от холода. В школу ходили. Не было у нас одежды, ни обуви. У нас одни валенки были, считай, на двух, на трех человек. Один обувает, выходит, где-то дрова занесет, где-то скотинке сено даст. Мы сидим в доме, под ним платье было. Я в нем и работала, я в нем и спала, я в нем и в школу ходила. Это было одно, никакой сменки. В таком году, не знаю, что пришла похоронка от отца. Не похоронка, но пропал без вести. Вот это вот тоже я помню, что мама всегда плакала, приговаривала, вы все остались сиротами. Вот как мы будем дальше жить. На быках работали, на быках и пахали, на быках и сеяли. И вот я в поселку на этих быках ехала, еду, собираю эти продукты и везла туда, в поле. В 1951 году в возрасте 14 лет уехала к старшей сестре в Киргизию. Там работала доярка. Личная жизнь не сложилась, и Нина Прокофьевна уехала к сестре Полине в Украину, где окончила кратковременные курсы машиниста башеного крана. Работала на двух предприятиях одновременно, в две смены. В 1968 году, по призыву комсомола, Нина Прокофьевна отправилась на восстановление разрушенного после землетрясения города Ташкент. Затем отправили вместе с мужем на Целину, а потом на освоение голодной степи. Водовой стаж Нины Прокофьевны составляет более 35 лет. Она имеет множество благодарностей и почетных грамот за ударный добросовестный труд. Сейчас Нина Прокофьевна живет в селе Горбуново Куйбышево. В 2005 году осталась вдовой, живет одна. Но младшая дочь и внуки всегда рядом. В 2012 году Нина Прокофьевна получила статус «Дети войны». В свои будущие годы по мере сил и здоровья она продолжает трудиться на своем приусадебном участке. Нина Прокофьевна трудолюбивый, добрый и отзывчивый человек с чистым и открытым сердцем. В самом конце разговора со слезами на глазах она сказала, Не дай Бог вам, детки, такой жизни. Не дай Бог вам узнать, что такое голод, холод и война. Живите в мире и берегите мир. Дети войны и веет холодом. Дети войны и пахнет голодом. Дети войны и дыбом волосы. На челках детских седые волосы. Дети войны боль отчаянна. И сколько надо им минут молчания. Редактор субтитров А.Семкин